Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня еще раз пойдет разговор о луке. Именно вот такая важная тема, какие сорта лука выбрать для посева под зиму. И тут я сейчас перечислю вам сорта, которые специалисты называют. Ну и вот когда я перечислю эти сорта, вы поймете, что посадить под зиму лук можно практически любой. Но только если специальный азимый лук вы будете высаживать, там не важно будет какой размер головки, сейчас дойду до этого, то остальные простые сорта нужно выбирать именно маленькие. Вот вообще специалисты перечисляют большое количество сортов, которые можно посадить под зиму. Это и Арзамасский, Даниловский, Штунгартенризен, вот этот, Стригуновский, Золотничок, Бессоновский, потом Халцидон, Кармен, и Радар Шекспир, и Хеленос, и какой-то еще Кип, Вен, и Вильвел. Это вот азимые сорта, это новые, они голландские, и я никогда раньше, ни разу в жизни голландские сорта не садила. Обычно мы высаживаем районированные, у нас, да и даже не так мы делаем, я знаете, расскажу вам. У нас город очень маленький, и к нам, у нас ассортимента нет такого большого. И когда у нас, у меня спрашивают в комментариях, а какой сорт лука садите вы под зиму? Я отвечаю, тот, который привезут в магазин, и это действительно так. Я в этом году вот зашла в наш садовый магазин, единственный сорт, который под зиму продавался, вот этот маленький овсюшки, вот эти, это Штутгартенризен, раз в жизни мне попадался Кармен, завозили красный лук, один раз в жизни мне попадался Ред Барон, тоже красный, очень хороший. Больше никаких сортов в жизни я не видела, потому что их нет у нас в торговле. Вот сейчас мне подруга позвонила, сказала, иди скорее, привезли озимый лук там в какой-то маленький магазинчик. Я сходила, и первый раз в жизни я купила лук, который специально выведен для подзимнего посева, это Радар. И вы видите, если здесь, я сейчас подойду, покажу, если здесь маленькие головочки, то у Радара, который именно специальный лук, неважно маленькая или большая, он должен весть, как не подмёрзнуть, это вот специализированный. Но у нас вот озимого лука не было вообще никогда в магазинах, это вот как продавец сказала знакомой, что это новинки, они появились только в последний год, был ещё Хеленас, его разобрали моментально, даже не осталось ни одной луковички, я даже не посмотрела, какой он, но вот достался Радар. Посажу Радар, потом скажу на будущее, вот как. А вообще, вы прекрасно можете высадить любой сорт того региона, где вы живёте, районированный, который вы часто садите весной, просто-напросто выберите маленький, вот такой, ну как, маленький размер, вот размер до одного сантиметра, называется овсюшка, овсюшка, вот эту овсюшку обычный садят, а если выборок больше трёх сантиметров, его даже не надо высаживать, потому что он весной уйдёт в стрелку или он замёрзнет, если крупный, то только озимый. Вот озимый лук, он специальный. У нас ошибочно, некоторые пишут, что начинаем посадку озимого лука, озимым луком называют тот лук, который садят под зиму, но он не весь озимый. Озимые редкие, редкие сорта, я вот как говорю, что я вот знаю всего три сорта, Радар, Шекспир и вот этот Хеленас, который мне не попался, и даже я их ни разу в жизни не видела, первый раз увидела. Озимых сортов очень мало, так что выбирайте сорт, который вы садите обычно, если сеянку сами выращиваете. Вот такие маленькие, сейчас покажу, вот такие крошечные маленькие луковки выберите, а крупные оставите на весну. Так, я не уверена, что видно. Вот, вот такие маленькие луковички, маленького размера, можно посадить под зиму, взяв из любого сорта. Если уж вам попадётся, повезёт, купите озимый сорт, тогда не бойтесь, что здесь встретится и большая луковица, видите, тут уже отбора нет, раз он озимый, он должен пережить весь. Он специально для этого выведен, но обычно эти семена все голландские, и мне вот надо ещё проверить, я не уверена, что нашу сибирскую зиму он выдержит. Про хелиноз я посчитала, что он выдерживает морозы до минус 23, а у нас бывает 45. Так что подойдёт он нам или нет, я не знаю. И также каждый из вас, вы пока не попробуете какой-то сорт посадить под зиму, вы никогда не узнаете, подойдёт он для вашего региона или нет. Нужно испытывать. Я знаю, что вот этот вот маленькими, я высаживала несколько сортов, вот эти наши местные сорта, которые мы выращиваем, они подходят все. Ну, лук, который выращивается в Сибири, он, вероятно, пойдёт, его можно даже называть как озимым для остальных регионов. Но ещё хочу один нюанс вам сказать, что специалисты всегда пишут, что под зиму лучше всего высаживать острые сорта лука, что сладкий лук, он плохо переносит холод, и он может у вас вымерзнуть. Но вот у нас сладкого и нет, никогда, я даже не знаю, у нас не продаётся, и мы никогда не выращиваем. У нас вот этот Даниловский, Стригуновский, потом вот этот Штутгартер Лизан, он выносит, переживает хорошо, не вымерзает никогда, ну, по крайней мере, не вымерзал до этого года. Что ждать от погоды дальше, я не знаю, потому что, видите, у меня за плечами, у нас плюс 25 градусов сегодня, стоит такая жара, неизвестно, что будет зимой. Если сейчас так жарко, потом... Так, всё, до свидания. Про сорта я вам сказала, как выбирать, какие садить. Мы садим те, которые привозят в магазин, если привезли в магазин вот эту мелкую луковичку, это уже означает, что этот лук годен для подзимого посева. Если уж у вас сильно холодно, мы будем утеплять, мульчировать. Всё, до свидания.